Микс Ньюс. Каждую среду в 16 часов. Болтком Лайф с Эдмундом Кашевским. Всем привет в этот прекрасный день. Солнце светит, 30 с гаком, а мы в уютной студии радио Болтком. В хорошей компании. Сегодня в гостях у меня тренер по теннису Сергей Богачев. За пультом, как и обычный, Родион Золотарев. Еще раз всем здравствуйте. И давайте здороваться, маэстро. Как так? Сидите себе у микрофона, ничего не говорите. Поздоровайтесь с публикой. Добрый день, дорогие радиослушатели. А что так моргаешь? Тебя по телевизору показывают. Веди себя прилично, пожалуйста. Я волнуюсь. Я не так часто на радио, тем более на телевидении. Да, заметьте, друзья, во всю бушу и страсти Ролан Горос, поэтому выбор сегодняшнего собеседника был не случайным. Сами понимаете, по объективным причинам Эрнест Губис отказался прийти, он в отъезде, он там. Поэтому, Сергей, будешь отдуваться за весь теннисный союз Латвии, за всю федерацию тенниса, короче говоря, за всех. Ну, как бы мне не досталось потом за это. Ну, это уже up to you, как говорится. Да, попробуем. Кроме всего прочего, сегодняшний гость мой является еще и отцом, и матерью, и старшим сыном такого теннисного формирования, как теннис Рига Абедриба. Это еще одна ипостась сегодняшнего гостя, о ней мы поговорим еще чуть попозже. А пока давай поговорим о теннисе в целом. Ну, во-первых, я понимаю, что теннисным тренером, тренером по теннису ты стал, когда закончил активную, что ли, карьеру игрока. Или ты сразу вот себя как-то вот направлял по рейсам? Это случайно. Это случайно? Это случайно, да. Что такое травма или что? Не дай бог. Нет, так сложилось, что там нюансы вдаваться, так просто получилось, перенял ребят у старшего товарища, который в то время, в 90-м году эмигрировал из Латвии в смутное время, ну и зацепил и остался. И как-то ты вот втянулся, да? Ну, втянулся, да. Мне хотелось добиться каких-то результатов, если не самому, то через учеников. Слушай, ну это же надо иметь бешеные нервы, чтобы с детьми заниматься. Ну, терпение есть, иногда срываешься, бывает. А бывает, что тренер крикнет и подзатыльник может отвесить? Ну, подзатыльник желательно, конечно, чтобы разрешали это делать, но сейчас нельзя. Ага, то есть все-таки... Ну, желание есть, бывает, да. Бывает, да, ты думаешь, мама, ты имеешь сейчас как? Ну, надо обязательно, но тренер же, ну, если так и о тренерской работе сказать, если коротко, да, то хороший тренер – это плохой тренер. Да, если тренер говорит, что он плохой, то он хороший. Ну, если совсем коротко. То есть он не должен говорить о том, что ты очень хороший, он должен тебе указывать на недостатки, чтобы ты свои недостатки мог все-таки исправить. И поэтому, когда он тебе все время указывает, он плохой. Конечно, да. Ну, кто же хочет разговаривать о том, что у нас там что-то не так. Слушай, ну, с детским спортом я понимаю, что в стране более или менее все хорошо, так же, как с любительским теннисом, да, потому что есть целая масса любительских лиг, всяческих там, и даже есть свои рейтинги там, и свои касты, свои группы там, и подгруппы, и все остальное. Да, да. Кому интересно будет узнать о детском теннисе. Когда-то бытовала такая, что ли, мысль и такое мнение, что теннис вообще-то это игра для зажиточных, это не дешевый вид спорта, потому что если ты хочешь добиться каких-то таких, ну, мега-результатов, хотя бы стать на уровне, там, не знаю, там, Гулбиса, Остапенко, если сейчас переводить на эти наши реалии, то родители должны проявить, ух, какие финансовые способности, и, в общем-то, как-то не всем это по карману. Ну, наверное, ну, это такая, постоянно этот вопрос, вот, почему-то именно в таком контексте муссируется, да, ну, почему-то не затрагивается вторая сторона вопроса, что, в общем-то, ну, в того, в кого вкладывают, там, средства или работу, что является тоже средствами, да, и, ну, должен быть талантливый человек, то есть, только наличие денег, это не гарантия успеха, да, конечно же, тоже немножко какая-то... Но в том же рейтинге ATP масса людей, у которых просто немерено, извините за выражение, бабла, они играют, там, где-то в третьей сотне, в четвертой сотне, но зато ATP рейтинг. Ну, как бы, да, да, ну, здесь есть такой момент, это перекос, он пошел, ну, если мы возьмем конкурсы, там, песни разные, различные, там, не знаю, всякие, то, конечно, там тоже это присутствует. Там проще под фонограмму спеть, здесь сложнее, все-таки тебе надо выиграть. Под фонограмму не ударишь, да, через секунду? Да, здесь чуть-чуть есть нюанс, как бы, да, поэтому я бы не сказал, что так однозначно, да, ну, ты, хотя бы вчерашний четвертьфинальный матч, ну, не знаю, кто видел Федерера-Вавренко, там, сумасшедшая игра была, просто сумасшедшая и, ну... Как было написано в интернете, балет Федерера против ударов Вавренко-мушечных. Ну, да, буквально так, там, один мяч, конечно, Федерера сыграл, ну, вообще, такой тигровый прыжок совершил у сетки, как говорил мой тренер, Янис Янсон, ну, хорошо, вот. Так вот, так вот, про детишек-то, все-таки, почему я задал и начал с этого вопроса, потому что у меня есть друг, у которого дети играли в теннис, достаточно серьезно, а дочка вообще, ну, должна была, по идее, стать вот на, скажем так, на уровне Остапенко, как минимум, потому что очень талантливая и такая... Да. Я, конечно, эту историю знаю изнутри, можно сказать, поэтому и не надо. Ну, я тоже знаю, да, поэтому, ну, скажем, ну, то есть она прошла этот путь, каждый там, скажем, ну, уже надо говорить с теми, кто прошел, уже, что же догадываться. Поездки на турниры, конечно, стоят средства, да, стоят деньги, да. Огульно вкладывать деньги я не рекомендую. Ну, приоритетно все равно, считаю, образование и воспитание как таковое, физическая культура, если мы сконцентрируемся на этом. Ну, вот так вот, да. И, скажем, результат – это приятный бонус. Вот, ну, выиграл человек Ролан Гарос, это нам всем очень приятно, да. То есть, в основном, ну, я не думаю, что надо рассматривать занятия спортом, физкультурой, когда мы ходим в бассейн, не знаю, катаемся на велосипеде. Стоп, 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 стоп. Физкультура и, так сказать, нормы ГТО – это давай оставим для, ну, самодеятельного спорта, скажем так, для любительского. Ну, нельзя. Мы говорим о спорте высоких достижений. Ну, хорошо, но спорт высоких достижений, конечно, требует определенной жертвенности, в первую очередь, от тех, кто им занимается, да. И действительно, жертвенность присутствует, сколько ты должен потратить, ну, наверное, все это время. Ну, как и любое достижение, мне кажется, никакое достижение без жертвенности не обходится, да. Вы возьмите балет, там, хоккей, не знаю, истории, там, ну, которые на слуху, Харламовская история, там, да, и так далее, там, Майя Плесецкая. Ну, я не знаю, ну, все как-то полностью уходят в это. Ну, этим отличаются гениальные люди от, ну, как сказать, можно сказать, от обычных тех, кто тянет, скажем, обоз. Ну, просто приятно, что, ну, лидеры должны быть, да. А так, чтобы рассматривать занятия спортом сразу, как бизнес, особенно, когда дети вы приводите в секцию, там, родители приводят детей в секцию. Ну, сейчас, кстати, откровенно говоря, я так очень мало встречаюсь с такими. В основном люди приходят заниматься спортом, заниматься теннисом, ну, в нашем случае теннисом, да. Если какие-то способности, ну, конечно, человек больше интерес есть, есть возможности за относительно небольшие средства, ну, на мой взгляд, продолжать заниматься. Не, погоди, погоди, ты сейчас опять путаешь Божий Дар с яичницей, ты сейчас пытаешься меня опять на физкультуру переключить. Я тебе о спорте высоких достижений. Я тебе про Остапенко, про Губиса, про Севаста, вот про этих ребят. Ну, хорошо, да. Если, грубо говоря, растет шкет 7 лет, и уже видно, что он может что-то в этой жизни добиться. Ну, это, ну, это какой-то ясновидящий может сказать, что в 7 лет кто-то что-то может добиться. Ну, а тем не менее, говорю, что в 7 лет это уже поздно начинать играть в теннис, уже надо с 5. Ну, это опять, это уже от лукавого, это коммерция, да. То есть, опять наполнить группу, можно и в 3 года пойти, можно, есть ракетки очень маленькие, можно и в люльку ракеточку дать. Не хочешь ты говорить мне на эту тему открыто? Нет, ну, и почему открыто? Совершенно откровенно, да. Ну, скажем, вот Лена в одном из интервью после победы на Раунгарусе сказала, что им стоило это 500 тысяч евро или долларов, я не знаю. Ну, можно было бы оценить ее работу и в миллион, честно говоря. Оно стоит того. Тот успех, который достигла дочка Остапенко, победив на Раунгарусе, это очень здорово, да. Ну, к сожалению, прошло время, сейчас немножко результаты падают, но это уже останется в историю навсегда. Ну, да, согласен. Это так же, как у нас есть единственный в истории латвийского тенниса теннисист, который обыграл ракетку номер один в мире, Эрнеста Гулбиса. Да. Эрнест, вспомним, и как он обыграл Федерера. Да, ну, если вот, скажем, о путях, скажем, Севастова и Гулбиса и, скажем, Остапенко, они немножко отличаются, да. Если Алена выросла прямо вот, ну, скажем так, ну, с мамой, словно говоря, мама-тренер и все вокруг, да. И, как бы, и деваться не было, некуда было, да. Ну, у них был интерес, и появился интерес и у ребенка, и мама его поддержала, и все тут сделала для того, чтобы, ну, могло же и не получиться, да. То есть, не было никаких гарантий, то есть, незадолго до этих триумфов, там, до успеха на Булдоне Юниорском, мы там, пересекались, вот, никак, никак. Ну, им надо это пройти, очки собрать, пришла уверенность. А Эрнест, скажем, и Севастова, они отсидели достаточно долгое время, там, по четыре года, по-моему, в Академии, не в Академии ИАХ, а конкретно в одной и той же Академии у Ники Пилища под Мюнхеном, да. И там ее, кстати... Севастова тоже у Ники Пилища, да? Да, именно у Ники Пилища, да, и если, допустим, Эрнест, там, ну, скажем, за свои средства, там, находился, да, то Анастасия Севастова туда отправила Теннисная Федерация Латвии, и надо сказать, что угадала, да, если вот тогда мы обсуждали, ну, как, скажите, достаточно демократично все это происходило, я считал, что надо, как бы, если есть возможность, как бы, хотя бы двух-трех человек отправить, да, но президент принял, оказалось, очень правильное решение. Как воду смотрел, да? Да, то есть, вот, вот успех, который пришел, причем, настоящий успех вот к Насте пришел уже со второго захода в этот тур, если первая, она просто, там, по-моему, до сорокового номера доигралась, чуть выше, боюсь соврать, то со второго заезда она просто покорила весь мир, можно сказать. Ну, если смотреть на мужчин, на наших, да, то, например, вот я помню, когда я наблюдал за игрой Гулбиса, просто, ну, смотри, просто кайф, ты смотришь, как, как, играют, ну, просто, ну, чувствуется, что называется, такая теннисная порода, школа теннисная такая, классно. Смотришь за другими нашими ребятами, ничего личного, да, но как-то чего-то, чего-то, чего-то у них не хватает. Это, вот, чисто, чисто, скажем так, ну, в техническом плане, в игровом, это с точки зрения зрителя, я не говорю сейчас с точки зрения профессионала-тренера. Ну, безусловно. Вот у меня в этой связи вопрос, у нас что, другая школа какая-то, или там чему-то по-другому учат, или у Ники Пилича, там, не знаю, там, третий глаз во лбу, который там… Ну, так вот, не дал досказать, так, значит, вроде бы пути отличаются, да, то есть, скажем, ну, во-первых, Севастова поехала в эту академию в 14-летнего, возрасте, то то, что вы видите, все мы, и все мы видим, по телевидению наблюдаем, это все Лепайская школа, да, давайте, ну, пора ставим точки над «и», да, то, что вы видите Гулбиса, это, в общем-то, тоже его тренировал Валдекс Гинтерс, начинал в Лелу потренировать, да, и там, по-моему, в 12 лет Эрнест туда уехал, и с ним, его долгое время там сопровождал наш же тренер отсюда, Эддей Сдолнекс, да, вот, а это все, опять-таки, ну, Ну, конечно, что-то новое там добавилось, особенно в подачу он, конечно, прибавил после пилища, да, то есть, такое, вот, а, опять-таки, Остапенко, ну, полностью наш продукт, вообще полностью, то есть, все наше. Никуда не уезжало, включая деньги, да, то есть, ну, все, то есть, была поддержка, да, то есть, очень разный, видите, как способ, если у Эрнеста, там, скажем, семья, у Севастовой, это Федерация дала деньги, да, А у Остапенко помогли все, можно сказать, все окружение, да. Как, скажем так, у Федерации это как бы стоит, ну, если можно так выразиться, на потоке, вот, поддержка новых талантов, периодически как-то это вот все происходит, или это вот, скажем так, пара раз сделали, и все, и... Ну, по возможности, наверное, такой, как бы, я вообще очень системный человек, стараюсь таким, ну, мне нравится система, да, здесь система немножко другая, как бы, больше такой ручной режим, как бы, да, выбор, ну, людей немного, да, и поэтому бытует мнение, что распыляться нельзя, ну, скажем, Если ты будешь распределять, там, имеющиеся средства, там, на десятерых, да, лучше, так как, здесь, очень мало, да, ну, лучше на одного поставить, ну, как в казино почти, да, ну, в данном случае, как бы, угадали, да, вот, ну, я, как бы, опять-таки, если бы меня спросили, вернуться туда-обратно, когда, значит, ну, все равно я бы сделал по-другому. Ты бы послал троих? Как минимум. Ну, я бы поставил на три лошади, честно скажу, потому что, ну, это, во-первых, более справедливо к участникам этого процесса, да, ну, и если с точки зрения вероятности говорить, это теория вероятности, то это тоже очевидно, что больше вероятность, ну, опять-таки, победители не судят, да, я очень доволен, что так получилось, ну, могло же и не получиться, да, вот, то есть здесь, как бы... Прежде чем мы прервемся, я хотел бы задать еще один вопрос, а на подходе есть ли вот так вот на горизонте следующие Остапинки, Гулбисы, Севастовы? Да, есть, безусловно, вот, ну, опять же, вот в сегодняшнем Ролангоросе сегодня играет, там вот сегодня играет матч такая Камила Бартона, третий круг играет юниорского Ролангороса, это уже очень прилично, там дождь прервал игру, да, также участвовала Дарья Семинистова, я в первом круге проиграла. Ну, в этом Ролангоросе, то есть она входит, там, 64, и она сороковая в мире, Бартона в десятке, по-моему, вот, то есть это такое, это уже заявка, да, это заявка, это из таких девочек может получиться. Ну, это серьезная заявка, учитывая, что из юниорского тенниса, как выстрелил и Саша Зверев тот же, моментально, моментально в десятку вошел парень. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы наши тоже уже как-то так постарались. Ну, опять-таки, чуть-чуть постарше, Даниэла Висмана, это если по вот девушкам и девочкам говорить, да, вот, ну, с мальчиками немножко слабее, да, с мальчиками слабее. Да, ну, нет такого, ну, на Ролангоросе наших вроде как нету. Пуще, пуще, Касте, пуще, Хопси, Ролала, где же Пуще? Здесь вот, да, здесь сложнее. Здесь, опять-таки, ну, наверное, есть такой момент конкуренции с другими видами спорта, ну, наверное, да, мне кажется, тоже хоккей, футбол, если говорить, он все-таки командный, более веселый, более интересный, как-то, наверное, если с профессиональной точки зрения посмотреть, то тоже, как сказать, если ты вот вкладываешься в футбол, ну, футболистов гораздо больше профессиональных в мире. Я разговаривал с новым президентом Федерации волейбола здесь пару недель назад, и еще некоторое время назад в этом же кресле сидел президент баскетбольного клуба ВЭФ, и все, скажем, в один голос указывают один на другого, что вот кто у кого забирает и снимает все сливки. Значит, баскетболисты кричат, что у них футбол всех забирает лучших, волейболисты кричат, что баскетбол у них всех лучших забирает и хоккей, ну, и все вместе кричат, что вот у всех лучших, конечно, забирают физически развитых хоккей. Как-то так. Ну, это, я не знаю, у меня такой статистики, откровенно говоря, нет, да, это разные все-таки виды спорта в конечном итоге, ну, мне трудно сказать, но иногда, может быть, такой выбор может быть сделан, конечно, там, в пользу. Ну, и, опять-таки, у нас Рига и Латвия сильна традициями спортивными, вот все эти виды спорта, что баскетбол, что волейбол, что хоккей, да, даже и футбол, да, всегда были очень на хорошем уровне, да, то есть это уже 50-60 лет, наверное, там, традиционность, если не больше, да, а в теннис так вообще играют больше 100 лет на территории Латвии. Замечательно, вот на этой прекрасной ноте мы прервемся ненадолго, затем вернемся в студию. Мы вернулись в студию и продолжаем беседу с Сергеем Богачевым, тренером по теннису и отцом родным теннис Рига Абьядриева. Вот мы остановились на том, что все-таки как-то мальчиков в теннисе у нас не хватает, с девочками вроде как все хорошо, как-то у нас уже есть какая-то перспектива. В этой связи, вот, трудно не озвучить один факт. Вот смотришь, идешь по Риге и радуешься, например, и те же корты на Кронволда исторические, которые принадлежали политеху. Они как-то сейчас, я смотрю, там кто-то новый хозяин сменился, наверное, тот, который сидит напротив меня, нет? Нет, ну я никак не хозяин. Но, с другой стороны, чувствуется хозяйская рука, их там как-то подшаманили, их привели в порядок, они красивые. В межапарке просто любо, дорого посмотреть на этот теннисный стадион. Также в Петровском парке там энтузиаст Юрий следит за этими кортами и их содержит, и там народ постоянно играет. А в Юрмале вот почему-то на кортах дома строят, в Дзентре, скажем, там сказали, не надо нам этих теннисных кортов, мы там дома построим какие-то гламурные, которые стоят пустые на продажу. А благодаря чему в Риге так хорошо с теннисом? Потому что городские власти сами играют в этот вид спорта и любят его, любили? Или это вот как-то тоже исторически сложилось? Ну, во-первых, на кортах строят и в Риге. Это, смею его разочаровать, там же... Это где? Ну, хотя бы тоже Вестур, да, с половиной, вот все эти новые дома, они построены на территории этого... А там были корты были? Там были корты, там планировалось, конечно, развитие спортивного комплекса. Ну, я бы не хотел уже сейчас... Ну, в Дзентре, да, тоже закрыли. Есть такие ключевые, это как, скажем, есть такие вот старые базы, которые, скажем, ну, вот с историей более ста лет. Ну, я считаю, что их нужно сохранять в плане как вот и церкви, да. То есть, это такие основные их носители... Ну, смысл их сохранения, это символ, да. Поэтому, наверное, лилупские корты сейчас переделывают, и там будет что-то мега-современное. Да, ну, они уже, в принципе, их вид и, как бы, уже понятен, да. То есть, скажем, она будет... она уже осовременена, эта база, как осенью, видимо, будет закончен второй, или там последний этап этого второго зала, да. То будет столько же кортов, сколько на улице, только под крышей. Это очень удобно для работы, для спортивной работы, для посетителей. То есть, это будет главная теннисная база, да, наша? Ну, она, в принципе, как бы уже давно является нашей главной базой, да. Там все и кубки Дэвидса проходили еще во времена Советского Союза, да. И игры доброй воли были, и чемпионат Европы. Ну, такие серьезные. Там и Бьерн Борг там играл, то есть, и Александр Митревелли. Ну, есть, есть там история, да. Ну, и также такая же история, кстати, вот в Межапарке, да. Там тоже приезжали к нам где-то, чтобы не соврать, где-то 60-е годы, наверное, еще. Прошлого века, как это звучит, ужасно, но так давно. Ужасно звучит, правда, да. Вот, приезжали там профессиональные теннисисты, там, австралийские, которые стали потом первыми ракетками мира и так далее. Играли с нашими ведущими спортсменами, в том числе с нашим влиянием с Ампленсом, ну, который долгие годы был генеральным секретарем. Вот, к сожалению, он ушел из жизни не так давно. Но раньше как-то в Юрмале веселее было с теннисом. Раньше там проходили сборы, и там и Чесноков тренировался, и Черкасов, и Волков. Кого там только не видно было на кортах в период сборной тогда Советского Союза. И там всякие теннисные праздники проходили, и чего-чего только не было. Сейчас как-то поспокойнее это стало, да? Ну, я бы так не сказал, как бы просто видоизменилось, да. И вот, опять-таки, там, ну, скажем, сейчас набрало движение, как ты правильно заметил, любительский теннис, да. И такая есть очень интересная схема игры профессионал-любитель, да. Играют люди как бы в свое удовольствие. Но очень азартно, и если приглашают хороших профессионалов, это все равно интересно смотреть, да. Ну, вот в этом плане, наверное, у нас чемпион, конечно, Николай Сироткин и его турнир «Ларок». Да, безусловно, я именно его имел в виду, да. Это он хорошо подхватил этот вот дух времени, да, и сделал это мероприятие уже, я не знаю, сколько ему лет, 15, может быть, да. То есть достаточно долго, чтобы говорить об этом уже как о явлении. Вот, потом... Это же традиция какая-то, не явление, а традиция. Да, 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 ну, традиция, да, это уже как бы не разовое мероприятие. Это как вот, скажем, в детско-юношеском теннисе, там, до 18 лет, да, это турнир «Игоопен», да. Вот, который, ну, скажем, опять-таки, наша бедриба основала когда-то там в 97-м или 98-м году, я сейчас уже не помню точно первый раз. И вот он вырос там до огромного там размера и получил статус даже европейского турнира. Он как раз проходит на кортах в Межапарке, которым сейчас управляет вот «Рига Сатексмы». Вот, там такой очень активный директор. У него получается, как говорится, и очень хорошо, там еще сеньорская группа подключилась. Ну, то есть, ну, тоже турнир такой большой и с возможностью роста. А в Юрмале будет в этом году неожиданно там профессиональный... Такой на международный турнир, да, получается? Да, профессиональный турнир женский, да, честно говоря, неудачный. С участием Севастовой, да? Так анонсировали, да, анонсировали Севастова. Если верить плакатом. Да, потому что один раз мы уже поверили, пришли на Кубок Федерации, да, Севастовой не оказалось. Слушай, и как, и как, и как же, вот, Алена билась, билась, потом она, видно, сломалась со стартинга и тоже проиграла. Ну, Кербер. Ну, может, Кербер не приехала. Не Кербер, а как и у этой? Ну, там, там было... Короче, не приехала ни Севастова, ни Кербер, а выступили вторые номера, как раз-таки не сложилось. Ну, не сложилось, да, хотя, конечно, там неожиданный бой оказала... Молодая девушка наша организовала. Ну, не такая уж молодая, но Марцин Кейджин, она постарше, по-моему, Остапенко будет. Вот, она дала бой хороший, Юлия Джорджерс в трех сетах проиграла, и, то есть, и матч первый Алены тоже не сложился чуть-чуть, зацепивая на первый сет, введя 5-3. То есть, ну, картина могла быть другой. Ну, конечно, с Севастовой шансы были бы больше, да, опять-таки, если мы говорим так. Это очень жалко, что она не приехала, потому что потом тут же играла в Штутгарте. Не знаю, какие причины, потому что федерация вложила огромную работу, чтобы это все организовать в арене Риги. Очень хорошо было организовано все, очень красиво. Шикарное место для тенниса. Вот, ну, там и первый матч, когда мы играли со Словакией, очень, ну, прямо вот чувствуется, что очень хорошо все сделано было. С точки зрения организаторской, как говорят у нас, цепор нос. Абсолютно верно, да. Ну, и сейчас вот такой неожиданный сюрприз нам привезли с России, вот, профессиональный турнир, какие-то, вроде говорят, российские бизнесмены-владельцы. И они решили почему-то в Юрмале сделать турнир. И где-то будет на открытых орд? Ну, в Лелупе, на центральных, вот как раз на этой реставрированной, ну, реновированной басе. Опенинг будет открытый? Ну, не знаю, что, ну, там как бы на неделю или на две недели блокируется вся база, так говорят. Ну, я так в деталях, я там не участвую в организации, это вопрос. И кто приезжает оттуда? Не могу знать. Реально? Не знаю, не знаю, не знаю. То есть, увидим сетки чуть ближе там. Ну, турниры заявлены очень-очень серьезно. Ну, дай бог, чтобы не было, как в том старом анекдоте, у нас замена. Вместо Роджера Федера номер один, на корт выходит Семен Пупкин номер 85. Ну, думаю, что до такого, ну, не знаю. Ну, как будет, так будет. На самом деле, это в любом случае событие для тенниса, да, потому что такого размера турнир, по-моему, там объявлен призовой в размере 250 тысяч евро. То есть, ну, это очень серьезно. Это очень серьезно. То есть, там сотни должны быть девочки. То есть, ну, для теннисистов это хорошее мероприятие, потому что смотреть, и там будет много игроков, как минимум, там основная сетка 32 человека, по-моему. Ну, может быть, 28, я не знаю, тут правила. Вот, ну, 28 разных игроков ты всех можешь посмотреть. Вот чем интересно было тоже Кубок Федерации с немками, да, нам удалось посмотреть всех немов. Все четыре вышли, да, каждый играл немножко по-своему, да. Ну, интересно с точки зрения техники, тактики, да, как бы физической подготовки. Очень было интересно. Ну, единственное, вот, осадок, что проиграли. Да. Но, ничего, опять-таки, год удачный. Слава богу, что никуда не вылетели, да. Да, ну, надо еще подчеркнуть, что, во-первых, год удачный, вот, Кубок Федерации, мы так доигрались до мировой группы, да. Ну, чтобы публике было понятно, это вообще чемпионат мира, если простым языком сказать, да. То есть, мы вошли приблизительно в 12 сильнейших команд мира, при условии, что в этом турнире участвовали. Так, еще раз, Латвия вошла в 12 сильнейших команд мира. Совершенно верно, да. При условии, но я боюсь ошибиться опять с конечной цифрой, там, за 150 команд участвуют в этом мероприятии. Ну, думаю, хороший результат. Тогда не так уж и плохо. Ну, на уровне с хоккеем мы играем. Ну, я не знаю, сколько сборных в хоккее вообще существует в мире. То есть, процентуально, опять-таки, ну, здесь есть чем хвастаться, да. И чем гордиться, если честно. Хорошо, ну, это уже, вот это уже, как говорится, это уже... И в этом контексте тоже подчеркну, что в прошлом году, вот, юношеская девичья сборная до 16 лет, они заняли пятое место в мировом зачете. На чемпионате мира заняли пятое место. Это тоже, ну, как бы, это заявка. Там вот три девочки. Это та же вот Камила Бартна, которую называл, Патриция Шпака и Стефания Полищук. Вот, опять-таки. Это три наши звездочки, да? Ну, надеемся. Может быть, они... Может быть, кто-то... Ну, вот как Камила играет, вот, ну, два круга на Ролангороса, это, значит, 64-32, она в 16 попала уже. Если выиграет там сегодня-завтра матч, значит, попадет в 8. Некоторые с первого раза вылетают, а сразу с четвертого вылетают. Ну, ничего страшного, это нормально. Слушай, ну, Эрнест вообще закончил или еще играет? Это вопрос к Эрнесту. Он, во-первых, конечно, не закончил. Я думал, ты хоть сплетни знаешь, понимаешь? Ну, какие сплетни? Ну, мы же видим телевизор. Ну, он хочет сыграть, он хочет спеть свою лебединую песню, я так чувствую, да. Ну, вот, и... Ну, он молодец. Ну, ничего, но он вернулся в сотню, что очень важно, да, чтобы он мог попадать во все турниры, да. И теперь ему, как бы, ну, первую часть он сыграл, да. Если у него получится вторая, ну, какой-то, ну, турнир выиграет, это будет очень хорошо. Должен, должен, должен. Ну, мы за него болеем. Красавец парень, просто хорошо, красиво играет и есть, был потенциал всякий случай. Ну, уже тут, как говорится, ну, молодец. То есть, скажем, спортивный характер есть, дух не хочет сдаваться, не хочет что-то еще сделать. А вот это самое главное в игровом виде спорта. Да. Идти до конца. Да, стремление должно быть. Ну, свой матч он еще сыграет, я думаю, который вот запомнится. Окей. Еще раз о массовом теннисе. Да. Вот, например, я тоже активно играющий чайник в теннисе, да. Ну, ладно, вы любитель. Ну, ладно, ну, среди любителей это называется чайник. И вот играя, играя, я смотрю, что вот это, или это, скажем, веяние времени, или это желание человеческое все время с кем-то состязаться так вот уже по-серьезному. Ну, вот эти любительские лиги, они сейчас просто как грибы после дождя растут, да? Ну, их, на самом деле. Которые уже много лет играют так, что мама не горит. Ну, по-моему, Коля не участвует в таких мероприятиях. Участвует, участвует. Да, в прошлом году, во всяком случае, участвует. Ну, молодец тогда. Это такая любитель, как же назвать, Латвия с теннисом. Аматэр-лига. Да, это, ну, это самая крупная лига, да, с точки зрения организации они довольно хорошо продвинулись, да, нашли интересный формат, который устраивает, скажем. Окей, тут все понятно. Они самоорганизовались и, скажем, группах. Ну, и так же, как Федя Ким, у которого сегодня день рождения, кстати, Федор Павлович. Да, с днем рождения, если что. Таких клубов масса, да, таких клубов масса. А вот что делать, как в том самом старом фильме про Василия Ивановича, помнишь, куда же бедному христианину податься? А если я хочу просто вот взять ракетку в руки, я хочу поиграть. У меня нет ни напарника, у меня нет ни тренера. Я прихожу сюда вот к театру, к Латвийскому национальному театру на корту, а там, пардон, все занято, там у нас там с тренерами люди играют и так далее. Я иду на бывшие корты РП, теперь это как называется? Нет, они так и называются. Так и называются, да? Теннисный корт. Да, это все владеют. Иду туда, дам тоже группы всякие. А вот что делать чайнику вот? Ну так надо вливаться в стройные ряды теннисистов, просто подойти к тренеру, подойти к руководителю любой базы и обязательно дадут рекомендацию, куда лучше пойти. Вам бы, мил человек, лучше поехать четыре остановки на электричке туда, потом две недели по тундре на оленях и так далее. А вот если я хочу, вот у меня сегодня хорошее настроение, я хочу сегодня пойти поиграть в теннис, что я могу сделать? Ну хорошо, я приглашу тогда на корты РТУ Рижского технического университета. Если у вас есть один евро, то приходите и вы сможете поиграть. Не понял. Если у вас один евро есть и вы готовы его потратить на теннис. Как я сейчас говорю, два евро, это значит у меня два часа будет? Да, ну если, да, вы можете прийти и взять и поиграть, например, об стеночку. А что это за акция такая? Ну вот третий год решили проверить, насколько вообще нужны корты в центре Риги, потому что застроить желание. Там опять кто-то хочет строить, нет? Ну может быть, я не знаю, но надо было понять, как бы мы можем их дать толчок. Ну вот, скажем, если говорить про Алену Остапенко, мама ее работала, Камила Бартона, та же Дарья Семинистая, которая сегодня на Ролангоросе, все три играют, они стартанули с базы на Тейке, которую в свое время, скажем, ваш покорный слуга тоже откопал из-под Амаха. Там, где институт полимеров, там, да? Да, совершенно верно, институт механики полимеров, да. Там мы откопали в свое время, там это все произошло, как бы такой, ну, стартап, то есть вот эта энергетика, которая была желанием, оно как-то вот передалось, это очень приятно. Там ребята, вот, там Саша Михайлов, Лена Яковлева, они в основном там эту тему спортивную держали, и вот от них это пошло. Да дальше там уже какие-то свои индивидуальные пути начались у спортсменов, это тоже нормально. Вот, и сейчас похожая история, ну, так вот, просто сложилось, случайно я попал на эти корты, там, и увижу, там некому было заниматься, предложил свои услуги, и вот... Так это ты руку приложил, что они сейчас в таком виде? Ну, да, да, да. Ну, спасибо тебе за это. Ну, это... Приходите играть, еще раз говорю. Тут, как бы, спасибо, спасибо не отделайте. Лучше принесите ваш маленький евро, чем большое спасибо. Да, совершенно время, совершенно верно, тут не надо этих пафосных слов, да. Да, 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 да. Попроще, как говорится, приходите там, да. Не, ну, а много, много есть людей, которые вот так приходят со стороны, вот, как я привел пример, вот. Ну, приходят. Бывают такие? Да, да, заходят, конечно, люди заходят, очень много в центре, вот, в этом месте очень много иностранцев, как бы, иногородних, как можно сказать, англоговорящей публики, очень много, очень много студентов, то есть, студенческая вот молодежь, приезжие, там, немцы, которые учатся, там, страдания, там, другие университеты, да. Я тебе более того скажу, я играл за национальным театром на кортах, там японцы играют. Да, да, ну, я не... Причем метр с кепкой, но он бегает, ты его не перебьешь, он тебе добежит в любую точку, отобьешь мяч. Ну, это неважно, какой там рост там и какая там национальность, факт то, что это достаточно интернационально, да, происходит, и вот администратору приходится говорить по-английски, и мне тоже через пень-кологу у нас это получается, как бы, если тема понятна, то мы как-то договариваемся. Do you speak English? Do you, do you? Ну, приблизительно так, да, но, тем не менее, если человек на корт доходит до корта, да, там, то есть, ну, у нас там есть... Когда начали заниматься, я думал, ну, что просто, привлечь внимание, чтобы было интересно, чтобы люди пришли, заинтересовались. Во-первых, первый год сплошное недоверие, наверное, вы обманываете, основная такая концепция была, что евро это не может быть. Второе, там, скажем, ну, интереса практически не было, то есть, не всколыхнуло нашу публику. Серьезно? Да, ну, это мои внутренние ощущения. Вот сейчас третий сезон, и, наконец-то, начали подтягиваться спортсмены для дополнительных тренировок, да, потому что все-таки там, ну, 10 евро там и 2 евро получается, но евро с человека у нас тоже не совсем бесплатно, да, вот. Но если мы посмотрим, опять-таки, еще, ну... Не, ну, это вообще, это... Не, ну, здесь один нюанс есть такой, да, я вот просто вот про цифры, да, скажу. Если вот мы играем, допустим, парную встречу, да, ну, корт в среднем по Риге, опять, если говорить о дороговизне, там, стоит 10 евро. 10 евро, открытая площадка, да, в час, да. Ну, вот если 4 человека собрались поиграть в тренировок, значит... Стоять девушевых тренировок, по-моему, было 12. Ну, хорошо, пускай будет 12. Ты меня не путай, пожалуйста. Ну, есть, ну, не знаю, люди называют цифры от 7, там, до 12, до 15 евро, скажем так. Я назову среднюю 10. Возьмем 10, как бы, за основу. Хорошо. Вот, 4 человека играют, значит, 2,5 сноса, да. Ну, в нашем случае евро. Но между евро и 2,5 большая разница? Нет. Ну, и когда ты заявляешь, что корт стоит, там, 10-15 евро, человек слышит 15 евро. А так человек слышит евро. На самом деле цены сопоставимы, как ты видишь, да. 9,99 или 10, да. Да, ну, скажем, ну, вот еще раз, игра такая евро, там, да. Ну, конечно, когда вдвоем, да, разница есть. Но, опять-таки, если мы играем вдвоем за 10 евро, нам пятерку это стоит, да. Ну, что сегодня 5 евро? Уже она, как бы, девальвация, так и говорится, налицо, да. У нас инфляция там. Инфляция. Он, безусловно, элитный вид спорта, да. Я хочу подчеркнуть. Это не спорт для тунеядцев, да. Это спорт для людей дисциплинированных, умеющих держать себя в руках, умеющих концентрироваться. Ну, тем не менее, я играю. Да, ну, хорошо, хорошо. Это, на самом деле, и про тебя, раз ты играешь. Вот, это, на самом деле, так. То есть, в этом отношении, да, если мы вспомним, скажем, ну, кто может вспомнить советское время, да, когда не было денег, ну, скажем, да, кто занимался теннисом, да, какая часть публики, аудитории. Инженеры, врачи, интеллигенция, техническая или прочее, да. Сори, извините. Вот, вот таким образом. Поэтому вот такой очень интересный такой момент открылся с этим евро, да. Ну, в первую очередь, хотелось шокировать, да. Получилось? Да, вот это получилось. На третий год получилось. Ну, нет, ну, шок был сразу, когда человек говорит, да, не может быть, это шок, да. То есть, или потом, где подвох. Ну, понятно. А выйти я смогу. Понятно, да. Это только за вход или за выход тоже, да. Сергей, скажи, а в данный момент, я понимаю, если это уже покатилось, как снежный ком с горы, то я так понимаю, что сейчас уже там полный аншлаг, и не попасть? Нет, вот еще нет. Еще нет. Еще нет. Вот я жду, когда будет аншлаг, да. И надо сказать, что, скажем, ну, как говорят сейчас, оценить, как бы, может, успех мероприятия по обороту, да. Ну, надо сказать, что мы с этим евро делаем оборот больше, чем когда были цены 12. Слушай, ну, у меня тогда логично напрашивается сразу вопрос. А РТУ? Это же такая, просто огромная база человеческого ресурса и молодежь, которая в том числе и к теннису, скорее всего, имеет какое-то отношение. Да. А они что делают? Ну, тоже играют, тоже играют, приходят, играют. У них там, ну, у них сейчас поменялась система этого финансирования спортивной активности в университете. Если раньше были какие-то специальные группы, да, то где были преподаватели закрепленные, там, ты должен ходить на физкультуру. Юра Петров был там. Да, ну, сейчас же. Ну, вот он как раз работал на этих кортах, один из последних, да. Фролович. Ну, да, да. Ну, вот там, кстати, вот, где Фроловича была, скажем... Будка. Ну, да. Кабинет. Кабинет, да. На этом месте мы сейчас его фундамент выровняли, скажем, под уровень подвели. И на этом месте устанавливаем теннисную елочку, да. Там в ближайшее время из теннисных мячей будет установлена елка, да, которая, ну, растет. Вот всех теннисистов призываю приносить и старые мячи, которые вам не нужны. Мы их обязательно вставим, скажем, в елку. То есть она у нас уже где-то под два метра выросла. Слушай, Борис Борисович, граб, ты теннисные ракетки поломанные собирал их и там вывешивал и складывал. Ты теннисную елку делаешь. Что будет следующий шаг какой, интересно? Кроссовки будут собирать рваные? Ну, мы их не собираем, да. Но это такая символическая история, да. Это больше символическая. То есть, как бы у этого проекта, ну, мы назвали его, как бы, культурно-исторический, как бы, то есть и культурный аспект подчеркнуть, да, потому что, ну, скажем, вот, как я говорил, что это не только деньгами измеряется, да, элитность. Вот. Например, в какой, ну, один из, дресс-код, да, то есть банально. Очень многие люди хотят снять майку, например, там, играть мужчины с голым торсом. То есть нельзя. Ну, это вот такая, такие истории есть. Потом приходят в обуви, которые, ну, совсем никак не предназначены, не то, что, там, для, там, скажем, грунтового корта, да, а вообще для тенниса, там. Бывает, ребята приходят в футбольных кроссовках с шипами на грунтовый корт. Ну, это вопрос, слава богу, решили. Компания Вилсон, там, мы приобрели кроссовки, и теперь каждый, кто пришел не в том, есть во что его переодеть. Ну, и ракетки тоже, соответственно, есть. То есть у вас сервис такой есть, вы даете напрокат. Да, 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 все, мячи, ракетки, кроссовки. Достаточно одной майки и тросов, и приходите. Да, даже велосипед. Велосипед Рен Прайс. Ну, здесь тоже одна интересная история, вот культурно-исторически, это одну заметку, может быть, если получается. Все, ну, удалось случайно наткнуться где-то в литературе, да, в ежегоднике. Окей. Ну, ну, ну. А, в ежегоднике, там, российского тенниса, что в Риге этот теннис начался в 1886 году. То есть это конец 19 века. Вот, и в этом же году была основана первая велосипедная фабрика. Лейтнера, да. Нет, Лейтнера, Александра Лейтнера еще тогда, на Волдемара. Вот, и вот в этом контексте у нас велосипеды, да, и сейчас вот горы же хотят все трансформировать в какой-то такой более симпатичный вариант. Ну, это так, так, это как получится, да. Это все, это как бы идея, это как бы вброс в общество. Ну, надо, давайте будем играть, использовать, тогда, наверное, решения будут от тех, тех, кто принимают решения, примут правильные решения. Ну, и напоследок, что бы ты хотел сказать нашим радиослушателям, или к чему их призвать? Ой, здоровый образ жизни. Любите теннис, играйте в теннис. Ой, и теннис в том числе любите, да. В принципе, любите, и уже будет хорошо. Ну, что ж, спасибо, я благодарю Сергея Богачева за беседу. Приглашаю всех поиграть в теннис, и если есть старые мячи, давайте поучаствуем в создании этой теннисной елки. Вообще интересно, как это будет все выглядеть в конечном итоге. Спасибо, до следующих встреч. Это был Болтком Лайф с Адмоном Кашевским.